МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Муза-65 носит рекомендательный характер. Среди новшеств особые условия работы кафе, баров и ресторанов. Работу кафе можно организовать на террасах-верандах с использованием уносных столиков на ограниченной территории, которая расположена около заведения. Работа данных открытых террас возможно только с учетом использования более 5 столов, с выдерживанием между ними расстояния 1,5 метра. При наличии огороженной территории с отдельным входом для посетителей. Также использование данных террас напустимо только при предварительной записи, посещении указанных заведений. Курение кальянов в заведениях общепита запрещено. Пока не открываются солярии, бани, сауны, театры, кинотеатры, детские игровые комнаты и центры, ночные клубы, спортивные учреждения закрытого типа, пляжи. Можно посещать кладбище, гулять в городских парках и скверах. Правда, самокаты и велосипеды пока нельзя взять на прокат. А традиционные и прочие элементы отдыха, они также закрыты. Понятно. Пункты прокатов по спортивной литературе тоже достаточно спорная позиция. Велосипеды, самокаты и так далее не открывают. Пока это всё закрыто. Понятно. Но по торговле, по торговле, пункты торгового центра также не имеют. И правда работать не имеют. Только индивидуальные отдельные здания. То есть разрешается работать непродовольственным магазином площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом для посетителей. По-прежнему работают аптеки, ветпункты, продовольственные магазины. Но сейчас они не имеют права отказать в обслуживании тем, кто зашёл за покупкой без маски. В избежание кривотолков хочется сказать, что вышеуказанным указом номер 166 на граждан возлагается обязанность. То есть обязательный характер ношения средств индивидуальной защиты. В том числе и в объектах торговли, осуществляющих розничную продажу товаров. Если гражданин на замечание продавца прекратить совершение административного правонарушения, выраженного в отказе от ношения маски, данный продавец, либо иное лицо, сотрудник магазина, вправе вызвать сотрудников полиции и приостановить обслуживание данного клиента до приезда сотрудников полиции. Эта квартира по улице Маршака принадлежит участнице обороны Севастополя Анне Константиновне Бычковой. В октябре этого года ей исполняется 100 лет. Теперь свой юбилей она сможет встретить в светлой и уютной обстановке. В её квартире ремонт уже завершили. В этих квартирах мы производим ремонт. Косметически в основном это шпаклёвка, покраска потолка, смена обоев, укладка линолеума, установка дверей. При проведении работ мы согласуем все виды материалов с ветеранами, учитываем их мнение. На ремонт квартир ветеранов в этом году выделили 350 тысяч рублей из городского бюджета. Только за три прошедших года администрация Ленинского района города Чебоксара произведена ремонтная работа по 18 адресам. В этом году, в канун 75-летия Победы, от участников войны в администрацию поступило три заявки. В первую очередь помогают участникам войны, которые живут одни. Полностью завершить ремонт во всех трёх квартирах подрядчик планирует в течение месяца. Бюллетени для голосования 1 июля уже поступили в комиссии. Участки будут обеспечены всем необходимым – средствами дезинфекции, термометрами. А пришедших чебоксарцев снабдят масками и перчатками, заверяют в столичной администрации. Конечно, будет проводиться и санобработка помещений. Кроме того, с 25 по 30 июня будет организовано досрочное голосование. Будет предоставлена возможность голосования на стационарных участках 25, 26, 29 с часу до 4 и 27, 28 и 30 с 9 до 12. Выездное голосование по месту жительства 25 по 29 состоится с 16 до 20 часов и с 30 с 12 до 15 часов. Ну, 30 числа это связано с тем, что перед ним голосование необходимо подготовить спирательные участки, а также перевести в порядок всю документацию. Не зря организовано досрочное голосование. Оно организовано из-за эпидемиологических ситуаций. И Роспотребнадзора рекомендовано 90% по сути испирателей отпустить через процесс голосования до 1 июля. На 1 июля остается около 10%, чтобы не было столкновения, чтобы не было риска заражения. 1 июля участки будут работать в обычном режиме с 8 утра до 8 вечера. У горожан также будет возможность проголосовать дома и во дворах. Параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию, администрация города организовывает рейтинговое голосование по объектам благоустройства дворовых территорий. В аргии социального образования постоянно поступали жалобы, обращения, предложения по решению тех или иных проблем. Время исполняющей обязанности главы Чувашской республики Олег Алексеевич Николаевич принял решение о выделении городу Чувасара более 80 миллионов рублей на решение вопросов местного значения. Понятно, что средств на благоустройство городских дворов требуется больше, отмечает глава городской администрации. Но пока чебоксарцам предложат 20 проблемных мест, где требуется ремонт дорог, установка детских, спортивных площадок. Примерно 5-8 территорий, которые получат наибольшую поддержку горожан в рейтинговом голосовании, будут благоустроены в этом году. Алексей Ладыков призывает всех принять активное участие в выборе тех или иных объектов. Самое современное оборудование, эффективные обучающие программы и квалифицированные преподаватели – все это в новом центре одаренных детей Эдкер. Образовательная площадка будет работать в режиме своеобразных профильных смен. Одновременно здесь смогут учиться 150 талантливых учеников 5-11 классов. Причем зачисление школьников будет проходить на конкурсной основе. Ученики будут приезжать на определенный период – от недели до 21 дня. Им предоставят комфортное общежитие. Работу планируется строить по нескольким направлениям – наука, искусство и спорт. Параллельно ребята будут заниматься и общеобразовательными предметами, чтобы не отставать от школьной программы. Запланирована организация 24 профильных интенсивных программ по таким предметам, как математика, физика, химия, биология, информатика. Программа по основам 3D-моделирования и прототипирования, графического дизайна, нанотехнологий будет реализована в рамках проектных смен. Для юных музыкантов, художников, одаренных детей в области литературы и хореографического искусства запланировано проведение профильных смен по направлению искусства. В распоряжении учащихся – кампус, учебные и лабораторные корпуса, спортплощадка. Все кабинеты мобильные, каждый может легко трансформироваться в телестудию, экспериментальный цех, лабораторию, лекторий или кинозал. А наставниками школьников станут не только высококвалифицированные преподаватели, но и представители предприятий республики. Лучевая составляющая – это, что данный центр должен явиться таким смычком взаимодействия высшего образования, школы и производства. То есть, получается, мы уже заранее понимаем, какие компетенции мы должны закладывать здесь для высшего образования, а уже через высшее образование на производство, и каких специалистов мы должны получить через 5, 6, 7 лет. С момента открытия на базе ЦОДУ уже проведены 9 профильных интенсивных программ, дистанционные курсы, в которых приняли участие более 3000 школьников. Как отметили в Управлении образования города с начала нового учебного года, образовательные смены в Эткере ждут более 600 учеников со всей республики. В отмечаемой сегодня спортивным сообществом планеты Международный Олимпийский день спортивная база Чувашской республики пополнилась еще одним современным объектом. В Чебоксарах был торжественно открыт региональный центр по хоккею с шайбой. Спортивный комплекс с искусственным льдом – первый масштабный объект, построенный в республике в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Роскошный подарок пришелся кстати. Завтра, 24 июня, жители республики отметят юбилейную дату – 100-летие Чувашской автономии. Когда такие объекты открываются, всегда очень приятные впечатления и, конечно же, вдохновение. Но вообще сам объект, конечно, замечательный. И не зря он называется региональный хоккейный центр. Здесь есть все возможности, с одной стороны, заниматься хоккеем, фигурным катанием. Самое главное – могут заниматься в том числе дети с ограниченными возможностями. Все условия для этого есть как с точки зрения доступности, так и обеспечения душевыми и иными удобствами для того, чтобы дети могли себя комфортно чувствовать. Но самое главное – здесь еще есть все возможности для того, чтобы пропагандировать хоккей, обучать тренеров из сельской местности, самих хоккеистов, с точки зрения методики хоккея и повышения хоккейного мастерства. И в этом связи, мне кажется, открытие такого инфраструктурного объекта хоккея в Чувашии – это очень здорово. Новый ледовый комплекс – филиал 4-й школы Олимпийского резерва Минспорта Чувашии. Под его крышей площади более 4000 квадратных метров разместились стандартная ледовая арена с трибунами для зрителей, учебные классы, тренажерный зал. После снятия карантина все достоинства сумеют оценить и юные воспитанники хоккейной школы «Сокол». Я занимаюсь хоккеем 4 года. Я раньше ездила в Новочебоксарск, и это очень далеко. А теперь можно ездить сюда, и это очень здорово. Вместе с исполняющим обязанности главы республики Олегом Николаевым с новым комплексом в режиме видеоконференции познакомились. Депутаты Государственной Думы страны Анатолий Аксаков, Валерий Газаев, президент Федерации хоккея и шайбы, России олимпийский чемпион Владислав Третьяк и министр спорта страны Олег Матыцын. Я абсолютно уверен, что социальная инфраструктура – это основа, без которой невозможно развить этическую культуру и спорту. И Чувашия показывает яркий пример, как надо развивать спорт. Немножко скажу сухим языком, но средний показатель, занимающийся спортом, он уже превысил средний показатель по России. Поэтому я вам желаю также активно развиваться, также активно содействовать занятиям спортом. И, конечно, мы вместе будем дальше продолжать успешно реализовывать проект «Спорт. Норма жизни». По федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» Чуваша только в 2020 году должна освоить около 225 миллионов рублей. Помимо уже введенного строя ледового стадиона, на эти средства идет строительство плавательного бассейна в селе Аликово. Реконструкция футбольного поля профильной республиканской спортшколы. Приобретается техническое и спортивное оборудование для школ Олимпийского резерва. Почти 8 миллионов рублей планируется направить и на господдержку спортивного резерва для сборных команд России. Время для открытия Красной площади в Чебоксарах выбрали вечернее, чтобы оценить масштаб проделанной работы. На площади появился детский городок, который отвечает европейским требованиям и рассчитан на то, чтобы в одном месте могли играть дети с разными возможностями здоровья. Детский парк построили по принципу государственно-частного партнерства. Часть денег в проект вложил город, часть — Сбербанк. Мне очень нравится. Я прокатилась на зиплайне, попрыгала на батуте, прошла через трубу, и я уже поняла, что эта площадка очень крутая. Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади велась в рамках создания кластера «Чуваша» «Сердце Волги». Строители преобразили территорию в 6 гектаров. Здесь проложены сети водоснабжения и водоотведения. Более 5,5 километров низковольтных сетей. Установлены почти 300 светодиодных осветительных комплексов. Уложена гранитная плитка. А здесь появилось несколько мест отдыха. Активные и тихие, с гамаками, качелями, с подсветкой и скамейками. В каждом элементе прослеживается национальный колорит. Все по последнему слову технологий. Это и свет, и материалы. Дети довольны, дети счастливы. Но когда дети счастливы, соответственно, и родители рады и улыбаются. Дай Бог, чтобы республика наша процветала. Главным украшением площади стал светомузыкальный фонтан. Мелодии для которого выбирали сами горожане. Прямо по центру обновленной Красной площади разместился вот такой цветом музыкальный фонтан. Он переливается всеми цветами радуги и танцует под известные композиции. Чуважия вошла в число 22 регионов, которые получили федеральные субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров. Видно, что все здесь сделано с душой, желанием сделать на самом деле надолго. И очень здорово, что мы вот ровно сегодня, когда отмечаем 100-летний юбилей Чуважской автономии, запускаем, можно сказать, запускаем, практически отмечаем готовность к открытию Красной площади, которая красивая, которая комфортная, которая удобная. И видно, что сделано здесь надолго. Этот комплекс приборов премиум-класса всесторонне позволяет обследовать сердце. Пациенту подается нагрузка на педали велоэргометра, и как работает в этот момент сердце, как наполняются кровеносные сосуды в нем, показывают приборы ЭКГ и УЗИ. В арсенале наших кардиологов уже есть подобная диагностика, но поступившее оборудование более совершенное, дает возможность синхронизировать данные, что определяет более точный результат. Исследование проводится только тем пациентам, у которых есть прямые показания. Ишемическая болезнь сердца, а именно в скрытой форме, или скрытая коронарная недостаточность, мы говорим, также приобретенные пороки сердца, которым необходимо проведение пластика, артального клапана, например, метрального клапана, ну и решение вопроса для протезирования этих клапанов. Обследование проводится в плановом порядке. Новый комплекс премиум-класса установлен в кардиохирургическом корпусе. Другое оборудование – стресс-тест-система с велоэргометром – сейчас работает в поликлинике, и можно проверить сердце амбулаторно, без госпитализации в стационар. Оно позволяет более точно, более качественно отбирать пациентов на кардиохирургические манипуляции и вмешательство. Это позволяет в том числе снизить риски и для пациентов, и позволяет нам снизить возможные риски неблагоприятных исходов или осложнений. В рамках реализации национального проекта здравоохранения новое оборудование поступит и во все сосудистые отделения республики. Компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, техника для реабилитации пациентов. Забронировать путевку в детский оздоровительный лагерь на льготных условиях этим летом смогут не все родители юных чебоксарцев. В городской администрации решили поддержать тех детей, семьи которых оказались в трудножизненной ситуации. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды и дети из многодетных семей. Для них будут предоставлены бесплатные путевки и путевки с 5-процентной оплатой. Сама запись в лагеря пройдет через социально-реабилитационные центры в каждом из районов города Чебоксары. С 8 до 18 часов можно будет обратиться в социально-реабилитационный центр по месту жительства 5 июля. На Чебоксары в этом году приходится около 1000 путевок в 11 лагерей Чуваши. Около 400 из них в муниципальные лагеря Бригантина, Березка и Волна. Чтобы получить путевку бесплатно или оплатив 5% от ее стоимости, нужно иметь при себе документы, подтверждающие право на льготы. Не стоит забывать и о мерах санитарной безопасности. Люди должны иметь при себе маску, ручку, перчатки. На входе на территорию учреждения мы будем замерять температуру. Если температура окажется повышенной, то, к сожалению, мы не допустим к регистрации путевок. И руки будут тоже обрабатываться. И очередность, дистанционность, все это будет соблюдаться. Есть возможность отдохнуть в лагере на коммерческой основе за полную стоимость. Для этого нужно обратиться в летние оздоровительные учреждения напрямую, отмечают в горы администрации. Но таких путевок немного. По предписанию Роспотребнадзора, в этом сезоне лагеря должны быть заполнены наполовину, а смена длится 21 день. Из-за ограничений в связи с распространением коронавируса, посещения и выезда за пределы лагеря запрещены как для воспитанников, так и для персонала. И родительские дни при таком раскладе, вероятнее всего, будут проходить в режиме онлайн. По словам представителей Республиканского министерства образования и городских властей, лагеря готовы принять детей. Однако пока Чувашия находится на первом этапе снятия ограничений, а по рекомендациям Роспотребнадзора их открытие возможно лишь на третьем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова